Дом 63 на Пролетарской не скрыт от посторонних глаз, а находится в самом центре оживленной улицы. Двухэтажная постройка 50-х годов на видном месте прямо у дороги радует глаз необычной для современного Мозыря архитектурой. Но если зайти с обратной стороны, открывается совсем другая картина. Небольшой дворик старого дома выглядит как заброшенный и забытый богом и коммунальными службами уголок. Трава в пояс, под ногами ухабы и пыль. Вот видите, какая у нас детская площадка. Это считается детская площадка, когда наши мужья, сейчас уже мы пенсионеры, мы привозили песок сами. Вот это можно назвать детской площадкой, трава. Не косят нам вообще ничего. Сколько просили, вот как-то обкашивали с домоуправления, уже муж вышел, да говорит, да дай мне тебе там литра покоси. Вот мы покосили вот этот двор, вы же видите, что здесь творится. А вот в первых наших балконов нет, а белье сушить, мы сушим его на улице. Там крапива, там такая крапива, что даже собачка туда не хочет заходить. Идет центральная теплотрасса, готовят документы, вот у меня все есть, готовят документы годами. Центральная теплотрасса, она вся провалилась. Вот они дыры латают, они привезут такой вот мусор какой-то строительный, вот как штукатурка, вот такое все. Они засыпают вот это в ямы, а потом вот видите, вот лишь бы ляпнуть, вот кусок цемента вон, накрыто и нормально. По словам жильцов, по вечерам двор превращается в тесную парковку. Беседы с автовладельцами результата не дают, а в госавтоинспекции только разводят руками. Сделали у нас парикмахерскую, вот ларечки, этот, овощной и молочной. У нас все машины приезжают вот прямо вот сюда, вот ставят машины, паркуют, вот прямо к углу дома. И у меня есть на телефоне, что пройти невозможно. Вызывали ГАИ к этим, пока ГАИ приезжает, через полтора часа. Мы на происшествии, мы не можем приехать, там мы на аварии, там вот такое вот. Они приезжают, ну что, показываем номер машины. Ну хорошо, будем принимать меры. Какой-то знак повесьте, или как-то нам что-то сделайте. Хорошо, хорошо. Вот уже прошел, вот уже. Это было, помню, хорошо. Я ходила 6 июня в прошлом году. Галина Иосифовна возмущается. Вокруг строят тротуары, благоустраивают дворы, но их дом обходят стороной и летом, и зимой. Зимою все дорожки чистят, вот трактора. У меня муж идет и ловит, он меня на группе. Он идет, ловит трактор. Пожалуйста, прочисти нам. Скорая, газ, и наши же машины тоже. Это же тоже надо как-то решать же этот вопрос. А сосульки падают, и у нас несколько раз было, что мы не могли выйти с подъезда. Вот эта арматура ломалась, и мы часами ждали, чтобы нас выпустили с подъезда. Горячая вода и тепло в этом доме появились только в 2000-х. А вот газ до сих пор привозят в баллонах. Цивилизация словно до последнего игнорирует и не замечает 63-й дом. Кстати, проигнорировали коммунальные службы и предложение съемочной группы прокомментировать сложившуюся ситуацию. Но жильцы все же надеются, что их дом-призрак заметят, а на проблемы перестанут закрывать глаза. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.